Сегодня у Нины Семёны Шабаловой большой праздник. К ней в Подольский дом ветеранов пришли долгожданные гости, волонтёры из православного волонтёрского движения «Милосердие Подольск». Они принесли с собой не только необходимый продуктовый набор, но и тёплое слово, которое укрепляет человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Добровольческое по-современному волонтёрское движение с названием «Милосердие Подольск» было создано в 2015 году по благословению протеерея Олега Серцева благочинного подольских церквей. На сегодняшний день «Милосердие Подольск» ведёт активную деятельность, помощь престарелым и инвалидам, больным на дому, многодетным и одиноким матерям, семьям, имеющим детей-инвалидов, проведение благотворительных ярмарок, концертов и миссионерской деятельности, а также подготовка людей к церковным таинствам. Одно из направлений деятельности волонтёрского движения – вещевой склад на территории храма Воскресения Христова, получивший название «Лавка добра». Здесь добровольцы собирают и сортируют одежду, спортивный инвентарь, книги, предметы обихода, продукты, лекарства для малоимущих жителей Подольского округа. Наталья Руднева, мама двух детей-инвалидов, довольна. Курточка дочки Забаве в самую пору. Но не только нуждающихся жителей Подольского округа одевает «Лавка добра». Ежегодно свыше 12 тонн гуманитарной вещевой помощи отправляется отсюда в разные регионы нашей необъятной страны. Помимо этого, каждый год около 200 продуктовых наборов раздаётся многодетным и малоимущим в городском округе Подольск. За три года существования благотворительного движения волонтёры раздали 250 тысяч порций еды, в которые входили первые и вторые блюда, напоили пятью тысячами литров горячего чая, компота, какао. Оказывается помощь рабочим домам, приютам для бездомных, интернатам для инвалидов, Подольскому дому ветеранов, социальным центрам, детским и семейным учреждениям. Кроме этого, волонтёрское движение Подольского благочиния содействует в предоставлении психологических и юридических консультаций. Оказана помощь в госпитализации в медицинские учреждения. Большое количество нуждающихся людей направлены в социальные приюты, рабочие дома. Более десяти человек с помощью волонтёрского движения возвратились на родину. В благотворительном движении участвуют не только взрослые, но и дети. Продуктовый набор в семью Галины Аристарховой, матери четырех детей, оставленной мужем, принёс волонтёр Константин со своим маленьким сыном Кириллом. Но есть в работе «Милосердие Подольск» совершенно уникальные случаи. Один из них связан с семьёй Проняных. Полуторагодовалый Артём имеет смертельный диагноз – болезнь Конована, которая до недавнего времени считалась неизлечимой. Но мама Артёма не оставляла надежд, и Господь внял её молитвам. Возможность спасти ребёнка обнаружилась в клинике врача профессора Пола Леона из школы остеопатической медицины университета Роуэн из США. Сейчас средства на лечение малыша собирает фонд «Счастливый мир». Помогают в этом волонтёрское движение подольского благочиния, тысячи неравнодушных людей со всей страны, а также известные музыканты и актёры. Любой человек с добрым сердцем может принять участие в спасении Артёма Пронина. Стоимость лечения очень высокая, поэтому помощь каждого из нас так важна. Как это можно сделать, рассказано на странице помощи в интернете, и в том числе на официальной странице администрации городского округа Подольск. По скупым рассказам добровольцев, у каждого были свои причины для участия в волонтёрском движении. Не хочется говорить высокопарно, но всё равно причина здесь одна. Люди объединились для исполнения заповедей Божьих. И пусть Господь укрепляет их на этом богоугодном поприще. Студия «Штандарт» специально для телеканала «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин